Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование культуры потребления алкоголя в Ханты-Мансийском округе. По данным статистики, югорчане стали значительно меньше употреблять спиртные напитки. Эксперты отмечают, нужно начинать проводить профилактику вредных привычек уже с младшего возраста, так как дети и подростки одна из уязвимых групп. В целях повышения эффективности работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях для обучающихся систематически проходят встречи, беседы, классные часы, акции, викторины, различные игры. Для родителей, законных представителей проходят родительские собрания, беседы. Чтобы избежать подобных ситуаций, профилактика должна быть рассчитана на все категории граждан. А работу нужно проводить в том числе с продавцами и владельцами магазинов, говорят специалисты. Управление занимается содействием в развитии предпринимательства в городе Коголыми. Жители города могли увидеть, что количество магазинов, да, немного, но мы прирастаем. Прирастаем и в качественном, появляются федеральные сети. Но помимо содействия мы также осуществляем контроль. То, что непосредственно связано с реализацией алкоголя, проводятся профилактические мероприятия по контролю за временем реализации спиртосодержащей продукции. С подростками профилактические беседы проводят уже сотрудники отдела ОМВД по делам несовершеннолетних. Мы проводим активную профилактическую работу. Мы разговариваем со школьниками, проводим беседы, показываем тематические фильмы и ролики. Я думаю, что многие дети все-таки прислушиваются к нам. В целом, с прошлого года снизилось количество преступлений, совершенных гражданами в нетрезвом виде, на 18%. Динамика алкоголизма также стала меньше. Следует отметить, что в структуре первичной заболеваемости, наркомании и алкоголизму за 11 месяцев 2022 и за 11 месяцев 2023 несовершеннолетних зарегистрировано не было. А также случаев летальности от передозировки ПАВ и отравлениями суррогатами алкоголя на территории Коголымской городской больницы не зарегистрировано. Ежегодно в образовательных организациях разрабатывают и реализуют программы, посвященные здоровому образу жизни. Обучающиеся активно принимают участие в конкурсах, акциях, флешмобах, викторинах. Данный вид работы по этому направлению проводится ежедневно и систематически. То есть у нас организована работа еженедельно. На кураторских часах кураторы объясняют ребятам в групповой форме о различных видах профилактики правонарушений, чтобы предотвратить вот эти негативные последствия. Этот уровень достигается тем, что в нашем регионе выделяется очень большое внимание популяризации спорта, как детского, так и любительского, взрослого. К этому у нас относится проведение ежегодных спартакят среди трудовых коллективов, которые у нас проводятся в городе Коголыми, проводятся среди организаций и там участвуют уже взрослые населения. Один из отделов администрации как раз проводит работу по профилактике правонарушений, общественной безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, противодействию терроризму и незаконному употреблению запрещенных веществ. В ежеквартальном администрации города Коголыма проводится заседание антинаркотической комиссии города Коголыма. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти ХМАО Югры, органами местного самоуправления города Коголыма, а также общественными и иными организациями, объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города Коголыма. Также в Югре продолжает действовать запрет на продажу спиртных напитков в магазинах с 8 вечера до 8 утра. О профилактиках вредных привычек и четкий контроль, говорят эксперты, позволяют формировать у жителей ценности здорового образа жизни. Елена Ковтун, Максим Полозов, Михаил Суханов, Николай Горкуша. Наши города. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...